Два пакета для бизнеса, что положит предпринимателям к месячным каникулам. Вот такая тема нашего сегодняшнего эфира. Напоминаю, что две недели назад в этой студии были представители бизнес-объединений Кировской области со своими мнениями, тревогами и предложениями. А сегодня у нас в студии в первом часе была министр экономического развития Наталья Кряжева. Артём Пищик, управляющий Кировским отделением Сбербанка, вместе с нами остался и на второй час. Спасибо вам, Артём Александрович. И Денис Смехов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Кировской области, к нам присоединился. Денис Александрович, добрый день. Добрый день. Здрасте. 211-101 номер телефона прямого эфира. Вы можете звонить слушателе и задавать свои вопросы и предложения. Мы продолжаем разбирать те меры поддержки бизнесу, которые сейчас приняты, обсуждаются, предлагаются, и разбирать проблемные ситуации. Ну, на самом деле, хотел еще адресоваться к одному документу. Это письмо, это письмо, подготовленное главой Минпромторга Денисом Мантуровым. И там-то как раз меры более масштабные предлагались по поддержке бизнеса. В частности, что касается налогообложения, отменить начисление НДС, отменить начисление налога на прибыль и по ранее возникшему налогу установить отсрочку на 6 месяцев, отменить начисление налогов на имущество, НДФЛ, арендную плату на землю, начисление налогов с фото на персонал, остающийся в штате организации. В общем, достаточно радикальные. Понятно, что меры это не приняты, но исходили из того, что на сегодняшний день из-за вынужденного режима самоизоляции есть всего несколько отраслей, которые чувствуют себя более-менее нормально. Это продуктовые магазины, алкомаркеты, продавцы табака и товаров медицинского назначения, аптеки. Все остальные сферы такого малого-среднего бизнеса, они провалились кто-то даже до 90 с лишним процентов. Понятно, что когда у тебя производство просто не работает вперед. Честно говоря, у меня другие инсайдерские сведения по поводу продуктовых сетей. Они не более-менее нормально себя чувствуют, и у них большие потери за эту неделю карантинную тоже. Несмотря на то, что у людей другого развлечения не осталось, кроме как выгулять собаку, вынести мусор и сходить в магазин ближайший за продуктами. Видимо, люди подготовились и сделали покупки заранее. Я предлагаю перейти к мерам. Наталья Михайловна до того, как нас покинула, вкратце сказала о том, что региональное правительство будет поддерживать бизнес в рамках тех, которые заданы с точки зрения налоговложения на федеральном уровне. И в то же время свои требования жесткие в этом отношении направят на муниципалитеты. Для того, чтобы они... Это прозвучало как рекомендация, но рекомендация почти обязательная к исполнению по предоставлению как раз мер налоговой поддержки бизнесу. Денис Александрович, вопрос к вам сразу. На сегодняшний день у вас уже есть нормативные акты, которые дают вам право предоставлять какие-то меры поддержки. Ну, соответственно, должны ли они, вот, эти меры распространяться только на тех, кто пришел и подал заявление, или распространяются на неограниченные кроклицы? Да, добрый день еще раз всем. Ну, хотел бы сказать, да, действительно, о той нормативно-правовой базе, которая на сегодняшний момент существует в этих условиях для поддержания бизнеса в связи с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний момент есть два нормативно-правовых документа, которые регулируют данное правоотношение и в которых определены. То есть это 434-е постановление от 3 апреля 2020 года, где обозначены основные отрасли, которые наиболее пострадали. Их 9. Они перечислены в этом постановлении. Кроме того, отмечены коды видов деятельности, которые подпадают под действие данного постановления и те меры, которые будут приниматься в рамках налогообложения. Это общепит, бытовка, авиаперевозки, автоперевозки. Ну, их 9. Я все не буду перечислять. Мы перечисляли их уже в первой половине. Поэтому хотел бы остановиться, наверное, больше на втором постановлении. Это 409-е постановление правительства от 2 апреля 2020 года. Но здесь я бы хотел его разбить и немножко поговорить, наверное, в трех аспектах. Три основные блока, которые имеются непосредственно в этом постановлении. То есть первый блок. Необходимо определить, кто же все-таки является субъектом поддержки. Это, наверное, самое важное. То есть помимо этих 9 отраслей, здесь мы должны сказать, что еще это малый и средний бизнес. То есть это те организации и юрлица, и индивидуальные предприниматели, которые непосредственно зарегистрированы на 1 марта 2020 года в реестре малого и среднего предпринимательства. Такой реестр имеется, и каждый может посмотреть, относится он или нет. Денис Александрович, правильно я понимаю, то есть там матрица такая. Во-первых, это 9 видов деятельности по АКВЭД. И в этих 9 видах деятельности субъекты малого и среднего предпринимательства, не выходя за границы этих видов. Да, вы все правильно понимаете. То есть здесь две составные части. Это виды деятельности и малое и среднее предприятие. Если говорить о мерах поддержки, то первое, наверное, самое основное, то есть смещены сроки уплаты налогов. Отдельно я не буду останавливаться на всех, потому что, ну, я думаю, нет смысла останавливаться, все прописано. Ну, очень важно назвать все-таки, какие у нас, какой размах, да, перенос сроков предоставления отчетности в налоговую службу и иные органы с отменой соответствующих штрафов. Это было предложение, в том числе и кировского бизнеса, которое было направлено в сторону правительства. Поэтому давайте хотя бы примеры приведем. То есть какие сроки на три месяца, на полгода? Ну, если говорим сейчас не... То есть это второй блок вы затронули сейчас, как раз-таки отсрочка предоставления отчетности. То есть сейчас мы говорим о сроках уплаты, а второй блок у нас будет как раз-таки связан с теми временными сроками, когда отчетность... Давайте и там, и там назовем все-таки примеры. Ну, давайте там, если будем говорить, наверное, по упрощенной системе налогообложения, один из самых таких налогов, который затронет массово индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то есть срок уплаты — это 30 апреля и 31 марта. То есть он переносится на 6 месяцев соответственно. То есть это сентябрь и октябрь, тоже 30-31. То есть тут подсчет не очень сложный, то есть один из примеров. А если говорить вообще про сроки, то они могут быть максимально 6 месяцев, 4 месяца и 3 месяца, например, для НДФ. Следующий блок вопросов, который содержится в 409-м постановлении, это как раз-таки те вопросы, которые касаются переноса срока представления отчетности. Здесь хотелось бы обратить ваше внимание, что это та отчетность, которая предоставляется с марта по май. То есть это принципиальный такой нюанс, скажем так. Отчетность за предыдущий период. Да. То есть в основном это и годовые отчетности, и здесь, если говорить, можно говорить о том, что здесь и будет отчетности по первому кварталу. Здесь хотел бы сделать акцент на налоги на добавленную стоимость, поскольку для всех налогоплательщиков, сейчас мы не говорим о субъектах 9 отраслей, а говорим про всех налогоплательщиков, им предоставлено право предоставить налоговую декларацию за первый квартал 15 мая. Но такой нюанс, если налогоплательщик является работающим, то есть он не ушел на нерабочие дни, он должен заплатить 27 апреля. То есть это мы должны понимать. Также касается, ну аналогично там, да, будет касаться и НДФЛа. То есть НДФЛ для организации, мы знаем, когда он выплачивает зарплату, он должен выплатить НДФЛ. Так называемый подоходный налог, чтобы слушателям было понятно, на доходы физических лиц 13%. И то, что касается индивидуальных предпринимателей, то срок предоставления декларации у нас переносится на 30 июля. Но здесь опять-таки мы должны понимать, что срок уплаты, он остается такой же, какой он был. То есть 15 июля индивидуальные предприниматели и физические лица, у которых есть реализованные объекты и возникает база и налог, они должны выплатить 15 июля. Здесь хотел бы еще, наверное, сейчас перейти, немножко обратно вернуться по срокам уплаты. Здесь важный момент необходимо отметить по малому микропредприятиям. То есть напомню, это предприятия, индивидуальные предприниматели, численность которых до 15 человек, и объем выручки составляет до 120 миллионов рублей. Здесь дополнительно по страховым взносам им предоставляется также отсрочка, назовем ее так, по уплате. Если переходим к третьему блоку вообще вопросов, то есть это также находится, правоотношения регулируются постановлением 409, это отсрочки и рассрочки. Вот мы сейчас про рассрочки и отсрочки после короткого перерыва говорим. Хорошо, спасибо. Продолжаем разговор. Денис Смехов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Кировской области. Третий блок мер. Предусмотренных постановлением правительства. Да. Они находятся в приложении, в 409-му постановлению. Здесь необходимо, наверное, сказать, опять определить субъектов, это 9 отраслей, и дополнительно к этим 9 отраслям, к налогоплательщикам, добавляются налогоплательщики, это городообразующие, системообразующие и стратегические предприятия. Причем, я насколько понимаю, они формировались как на федеральном уровне, так и на региональном, и даже муниципалитеты какие-то свои предложения вносили по системообразующим предприятиям. Отвечая, условно говоря, чтобы не было вопросов, мы сейчас говорим только про федеральный уровень. То есть все остальные предприятия, которые определены любыми нормативными актами не федеральными, они здесь не будут подпадать. То есть этот пункт их касаться не будет? Да. То есть тут принципиальная заметка про это. Если говорить, то есть кто подпадает, ну так грубо там написано 4 условия, то есть это сокращение доходов на 10% либо получение убытков в этом году. За исключением того случая, когда в 2019 году предприятие не было убыточным. Как нужно доказывать, что у тебя сократились расходы и у тебя предвидятся убытки? Если будет представлена отчетность, мы это увидим сами. То есть просто на основании стандартной отчетности. Ну здесь, наверное, необходимо поговорить вообще, каким образом получить отсрочку-расрочку. То есть я в дальнейшем расскажу, потому что это более принципиально, наверное. Да, хорошо, да. Но вот в частности с убытками. Вот здесь вопрос в связи этих убытков и выпадающих доходов, которые будут у бизнеса и банков. Артем Александрович, я сейчас обращаюсь к Сбербанку. Сбербанк каким образом готов компенсировать, помогать? Или как это сказывается на вашей деятельности с предпринимателями, когда вы увидите сумму выпадающих доходов? Ну, важно просто понимать, с чем связано это выпадение доходов. И мы готовы, ну вот на текущий момент у нас уже принято решение, например, снизить нагрузку по комиссионным уплатам, связанных с эквайрингом. Это же с приемом карт в части оплаты товаров и услуг. У нас отменена сейчас до конца мая сервисная плата за предоставленные в аренду терминалы и терминальное оборудование. Плюсом мы на следующей неделе ожидаем окончательное принятие решения по снижению плат комиссии за эквайринг по ряду отраслей. Это в рамках инициативы, в том числе, от Центрального банка. Дополнительно мы, как я уже в начале нашего разговора сказал, что будем оценивать потери бизнеса, скажем так, по тем или иным направлениям в рамках принятия решений по реструктуризации и снижение долговой нагрузки по сопровождению операций, связанных с бизнесом. Ну и мы готовы рассматривать любые варианты, которые так или иначе будут поддерживать бизнес в текущих условиях, оказывать содействие в подстраивании, скажем так, под новые экономические условия, уход на удаленный бизнес, готовы помогать бизнесу организовывать интернет, эквайринг приема платежа через интернет. Ну и много-много разных историй еще у нас тоже сейчас находятся в проработке. Да, мы сейчас снова переключаемся на налоговую инспекцию и какие, мы сейчас остановились на том, то есть какие должны быть критерии, чтобы бизнес подпадал под возможности рассрочки, отсрочки и рассрочки. Причем это одинаковые, ну то есть это одно и то же отсрочка-рассрочка или это все-таки два разных термина, в чем существенная разница? Нет, термины различные, но по сути в принципе что та, что другая приходит к тому, что у предприятия будет возможность либо у индивидуального предпринимателя заплатить, то есть рассрочить это на несколько частей, а срочить это срок передвинуть, просто если отвечать на этот вопрос. И там можно выбирать вариант. А сейчас расскажу, как раз по отсрочке-расрочке хотелось бы сказать о том, что в этом случае, если допустим мы до этого говорили, как определить, относишься ты к отрасли либо нет, чтобы получить какие-то преференции в плане уплаты налога, то есть и представления отчетности, то здесь необходимо подать заявление. То есть это заявительный характер налогоплательщика. К этому заявлению нужно предоставить график платежей, либо предоставить, если мы говорим об отсрочке сейчас, сроки могут быть различные, то есть это максимальный срок год, минимальный три месяца. В зависимости от этого пакет документов будет различным. Если мы говорим о том, что у нас отсрочка предоставляется до шести месяцев, то есть нужно заявление. Если мы говорим, что рассрочка будет предоставляться свыше шести месяцев, необходима залог. То есть это либо недвижимость, либо это банковская гарантия, либо это поручительство третьих лиц. Ну тут я ничего нового не открыл, то есть в соответствии с НК такая информация есть и каждый может ей воспользоваться. Наверное, отличительной особенностью будет считаться то, что если ранее необходимо было согласовывать отсрочку с Федеральной налоговой службой по федеральным налогам, то сейчас любая отсрочка и рассрочка решения принимается тем органом, где зарегистрирован налогоплательщик. Это связано с тем, чтобы сократить эти сроки на предоставление отсрочки и рассрочки. То, что касается рассрочки, то здесь я скажу просто про срок, то есть он может быть до пяти лет. Но и если там внимательно почитать постановление, то человек имеет право на отсрочку и рассрочку, но в любом случае ограничивается максимальными сроками. Ну вот, например, человек воспользовался отсрочкой. Если он подпадает под критерий, допустим, у него право есть, чтобы на год ее взять, он использовал, условно скажу, 9 месяцев, он может дозаявиться еще на 3 месяца. Если он хочет получить рассрочку и подпадает под категорию пятилетней рассрочки, то поскольку он год уже использовал, ему рассрочка предоставляется на 4 года. Вот такие нюансы, я думаю, прочитав постановление, это понятно. Да, коллеги, это понятно. Значит, закономерный вопрос, который задает бизнес, почему не отменяет вовсе в ситуации форс-мажора, в ситуации... Отсрочка эта в любом случае должен будет заплатить, а предприниматели просят каникул. Да. Ну, понятно, что вопрос не к исполнителю. Возвращаем... Нет, хорошо, но к специалистам все-таки в сфере бизнеса тоже, да. Возвращаемся к первому часу, когда мы говорили о том, что люди находятся в ситуации непрогнозируемого продолжения последствий экономических коронавируса, особенно малый и средний бизнес, не те предприятия, которые сейчас будут получать поддержку государственную, и вот весь этот крупняк, который субсидии так или иначе получит, может быть, федеральный транш. А кто им гарантирует, что они восстановят свое производство? У них остаются обязательства по выплате заработных плат. Им нельзя увольнять сотрудников, им очень сложно сейчас там сокращаться, ужиматься, резаться, потому что нельзя. Социальное обязательство, которое не берет на себя государство, а перекладывает их на бизнес в данный момент. Почему отсрочка и рассрочка, спрашивают они? Почему не отмена в данный момент? К обоим вам, как к экспертам, пожалуйста. Вот вы сейчас не как представители налоговой и не как представители Сбербанка, это сложно, я понимаю, в вашем статусе, да? Но почему? Если позволите, я начну, наверное, да? Да. Но как бы то ни было там... Денис Мехов. Да, мы находимся там оба там, да, в статусе и преисполнении на сегодняшний момент, поэтому будем, по крайней мере, я буду отвечать так, как должен ответить, потому что мы все-таки органы исполнительной власти, и мы исполняем те нормативно-правовые документы, которые есть. На сегодняшний момент регулирование в сфере налогов, оно определено. Оно определено вот так. Нравится нам это, не нравится. Потому что иначе, то есть мы не можем действовать вне рамок закона. Денис Александрович, а вообще рассматривалось, ведь были эти обращения, да, они были официально даже опубликованы от разных бизнес-сообществ, это рассматривалось как-то налогово или кто их рассматривает? Нет, налогово в данном случае... Кто вправе принимать такое решение? В данном случае налогово не рассматривается, то есть это на законодательном уровне... Правительство Российской Федерации. Ну, такие полномочия сейчас у нее есть именно по налогам, а так вообще законодательство у нас и вообще регулирование, и принятие законов у нас в Государственной Думе. Но здесь необходимо, наверное, все-таки выскажу свое там какое-то мнение по этому поводу. Здесь необходимо соблюсти все-таки баланс интересов. То есть мы сейчас говорим, то есть у нас, да, действительно на сегодняшний момент мы не знаем, как будут развиваться события, но сейчас, если говорим на сегодняшний период, ну, условно говоря, две недели, а мы говорим, что все, нужно все отменить абсолютно, все налоги нужно отменить, но изменить... То есть две недели с начала карантина, ну, карантина, так условно. Ну, да, то есть мы живем в этих условиях новых, там, да, две недели, а вопросы сейчас уже ставятся о том, чтобы отменить вообще раз и навсегда, там, лучше всего вообще... В этом году не платить ничего. Ну, вообще и в следующем, наверное, тоже есть такие пожелания, но мы не должны забывать, что, помимо всего прочего, там, да, налог — это единственный источник, по крайней мере, формирования, ну, один из самых больших формирований бюджета всех уровней, и здесь мы как-то забываем про врачей наших, учителей, то есть... А что случится, если бизнес не сможет там восстановиться, если он за этот момент схлопнется, что с ним случится? Ну, в этом случае, смотрите, там, да, то есть от меня сейчас, то есть завтра, ну, придет не бизнес, а учителя и врачи встанут, там, допустим, и будут говорить о том, что извините... Откройте... Все, люди говорят, в том числе эксперты, откройте государственные резервы. Ну, это решение принимается не нами, как минимум, да, и мы здесь говорить о том, что там откройте, не откройте, наверное, как бы, ну, не совсем тут мы можем об этом говорить, то есть пожелания у нас определенные есть. Те вопросы, которые есть у бизнеса, то есть мы на сегодняшний момент работаем на всех площадках, в том числе с бизнесом, с правительством, и все вопросы, которые возникают у нас, созданы там условно-ситуационные центры, и каждую неделю мы предоставляем информацию о той ситуации, которая происходит непосредственно в регионе. И вопросы такие направляются, в том числе и в службу, и в дальнейшем, я думаю, они транслируются, объединяются со всей страны, но и на основании, в том числе и их, принимаются те или иные решения. У меня немножко другой вопрос из другой плоскости. Каким-то образом, ну, то есть, говорили мы и по банкам это говорили, и с Натальей Михайловной говорили, по скорости реакции. Это очень важно. Почему? Потому что события происходят очень быстро. При поступлении заявления на отсрочку, на рассрочку, как быстро межрайонная инспекция дает ответ, там, положительный или отрицательный? Я думаю, не больше пяти дней пройдет для того, чтобы мы предоставили такую услугу. Продолжаем разговор. У нас в студии Артем Пищик, управляющий Кировским отделением Сбербанка, и Денис Мехов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Кировской области. Мы как-то, да, как-то опустили. Дело в том, что когда выступал президент Российской Федерации Владимир Путин, он упоминал, ну, один из пунктов был поддержки бизнеса, сокращение с 30 до 15 процентов, ставку страховозносов в небюджетные фонды на зарплаты высшего роста. На сегодняшний день это уже реализуется, или это в стадии подготовки, и каким образом вот эта мера поддержки, она будет реализована? Там, насколько я помню, было озвучено, что это уже там не одномоментно, не для поддержки на данном конкретном этапе, а на долгую и длительную перспективу. Да, такие изменения уже есть, и с апреля месяца каждый налогоплательщик по страховым взносам, который относится к малому и среднему предпринимательству, может воспользоваться данной мерой поддержки. В каком виде? То есть это... Без заявительный характер. Без заявительный характер, то есть просто перечисление уменьшается в два раза. Ну, он подает расчет, в этом расчете он уже с апреля месяца может, он же самостоятельно делает это. И в этом случае мы принимаем его расчеты, на правильное счисление проверяем и заканчиваем так называемую камеральную налоговую проверку. Да, кстати говоря, по проверкам Наталья Михайловна Кряжева в первом часе говорила, что проверки... Бизнес просил, да, остановить все проверки возможные на период форс-мажорных стоятельств коронавируса, а налоговые... И Наталья Михайловна сказала, что вот проверки, они сейчас отложены. Ну, кроме проверок Роспотребнадзора, который проверяет, работает, не работает, да, предприятие. А что у нас с налоговыми проверками? Да, если будем говорить про налоговые проверки, знаем у нас два вида налоговых проверок, это выездные и камеральные проверки. Здесь необходимо сказать про выездные, что они приостановлены на сегодняшний момент до 31 мая. Таких проверок по налоговым органам Кировской области на сегодняшний момент приостановлено 31 штука. Но это в связи с тем, что физические сотрудники не могут там выезжать в офис, да, потому что вот санитарные меры нужно соблюдать. Ну, не совсем так, да, будем говорить о том, что мы можем, в принципе, проводить проверки и мероприятия налогового контроля без привлечения там сотрудников и личного общения с налогоплательщиками, поскольку у нас есть информационные ресурсы, которые на сегодняшний момент так или иначе работают. И информацию мы такую получаем. Поэтому здесь все-таки воля законодателя, я бы сказал, о том, что вообще пока на сегодняшний момент приостановить выездные налоговые проверки. До какого периода? До 31 мая. Если мы поговорим про камеральные проверки, там, ну, наверное, у большинства бизнеса как раз-таки говорят о том, что и камеральные бы надо прекратить. Камеральные – это, вот поясню для радиослушателей, выездные – это когда налоговые проверяют непосредственно на месте налогоплательщика, а камеральные – это когда документы, которые поступили в налоговые, проверяются уже специалистами. Да, на основании декларации. Но здесь необходимо сказать там, мы все понимаем, что камеральные проверки на сегодняшний момент не приостановлены, они идут, и почему сейчас объясню. Тут необходимо посмотреть две стороны этого вопроса. Все забывают, что помимо того, что налоговый орган проверяет декларации, правильность исчисления, полноту перечисления смотрит, у нас есть еще такие понятия, как возмещение налога на добавленную стоимость. Это когда у организаций возникает право получить денежные средства из бюджета. Это такие, как социальные вычеты, которые получают только предприятия. Ну, разновидность, да, когда ты можешь возместить тот налог, который тобой был уплачен. Да, абсолютно верно. То есть, как раз этот налог называется налог на добавленную стоимость. То есть, если мы прекращаем все камеральные проверки, то в этом случае мы не возмещаем сумму НДС. У нас такого возмещения, допустим, в квартал получается, ну, примерно, будем говорить, за первый квартал, если взять статистику, то порядка 450 миллионов рублей. Это по налогоплательщикам кировским? Да, естественно. То есть, в этом случае бы, если бы мы прекратили, то мы бы эти денежные средства не вернули налогоплательщику, а в таких условиях, в которых мы сейчас существуем, я думаю, это достаточно такая действенная мера для всех предприятий. Да, у нас есть телефонный звонок. Давайте примем его. Алло, добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Да, добрый день. Я бы хотел уточнить момент снижения... Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня Антон зовут. Да, слушаем. Вы предприниматель? Да, я индивидуальный предприниматель, без сотрудников. Вот хотел бы уточнить, как это распространяется, но таки, как я, снижение страхового взноса с 30 и до 15. Ну вот смотрите, для того, чтобы отвечать на такие вопросы, вообще, там, то, что касается и уплаты, и условно, когда сроки переносятся представления отчетности, я должен четко понимать, относится он к МСП, либо нет. А спросите. Относитесь? Да, да. То есть, у меня, воборот, небольшой сотрудников нет. То есть, я достаточно микро-микро предприятие. Ну, в этом случае, ну вот, не знаю, при прочих равных условиях, если там ничего больше нет, там, да, то есть, если относить его, то да. Ну, то есть, я же, как такового расчета страховых взносов не задаю никакого, да, то есть, мне просто выплачивать половину, и все. Половину от чего? Вы сейчас про страховые взносы говорите, либо про фиксированные платежи? Про страховые взносы, которые снижены с 30% до 15%. Отвечу тогда... Про страховые взносы за себя. Ну, страховых взносов за себя, вот я не знаю, вот я могу только предположить, что это фиксированные платежи. Да. Ну, и про то, что свыше 300 тысяч, 1%. Если то, что касается страховых взносов, вот я сейчас понимаю, что вы говорите про фиксированные платежи. Если касается страховых взносов, то в этом случае вы имеете право заплатить 15% за апрель месяц. То, что фиксированных платежей относится к фиксированным платежам, то здесь, вот, не готов вам ответить на сейчас. То есть можете вы фиксированные платежи заплатить, вы же не 30% платите, не 15%. Денис Александрович, вот, и уже понятно, что у людей в голове много чего смешалось. Тогда нужно четко сказать нашему слушателю сейчас, что когда у него возникают такие вопросы, много-много мер ежедневно принимается и наслаиваются друг на друга. Вот ему конкретно сейчас в условиях самоизоляции, что нужно сделать, чтобы в этом разобраться? Куда обратиться и кто ему даст консультацию, вот это важно. Ну, в этом случае, я думаю, необходимо все-таки, можно это сделать письменно, можно позвонить на телефон горячей линии, который у нас есть, 8 800 7 2, либо позвонить непосредственно в управление, либо в том налоговом органе, где он состоит на учете. То есть телефоны, которые есть в налоговых органах, это в Кирове 37 83 28, это телефон 37 81 59, это телефон 48 77 22. И они все работают. Телефон 48 77 03. Четыре номера телефона, почему сказал, потому что обращений достаточно много, и я думаю, на любой из номеров вы сможете дозвониться, ну, в любом случае, в контакт-центр ФНС, вы в любом случае дозвонитесь. Но здесь хотел бы еще обратить ваше внимание, что поскольку сервисов достаточно много у Федеральной налоговой службы, вы можете сделать это через личные кабинеты налогоплательщика, то есть либо индивидуального предпринимателя, либо юрлица. Да, спасибо большое. Отпустим нашего слушателя. У нас остается буквально 5 минут до завершения эфира. И я бы хотела, чтобы несколько вопросов. Вот еще мы вернемся к налоговой, Денис Александрович. Я все-таки Артему Пищику хочу задать несколько вопросов из того списка, которые бизнес направлял в адрес правительства Кировской области. Он касается федеральных мер тоже, просто хотя бы порассуждать на этот счет. Бизнес обращался с просьбой о разблокировке расчетных счетов предприятий и индивидуальных предпринимателей. Это в сторону банков. И этот вопрос не рассматривается, было отмечено в ответе правительства. Ну, он рассматривается, во-первых. Во-вторых, Денис Александрович меня, может быть, поправит как раз. Если речь касается о блокировке счетов, связанных с налоговыми историями в том числе, то в этом отношении тоже определенные меры применяться будут. Поэтому все, что касается блокировки счетов, связанных с исполнением 115-го федерального закона, то здесь тоже... А что это за закон? Это закон о противодействии и легализации денежных средств, полученных преступным путем. В рамках этого закона допускается блокировка счетов в случае, если есть подозрения, скажем так, на то, что производятся какие-то не очень хорошие операции, скажем так. То есть в отношении этих операций, обязательности, в отношении такого рода блокировок, сейчас тоже будет индивидуально рассматриваться каждая история. И этот вопрос рассматривается. Все-таки рассматривается. Да, и по налоговую я тоже прокомментировал. Ну, наверное, знаете, как ответить на этот вопрос. Мы будем говорить сейчас о тех мерах, в том числе в 409-м прописано, когда несвоевременно представляется отчетность декларации, то здесь блокировки не будет. Если мы говорим про задолженность, которая имеется, то есть, так назовем ее, старая, и по которой уже есть 76-я, это решение о приостановлении операции, либо инкассовое поручение, они, естественно, отменяться не будут. Потому что на сегодняшний момент, ну, по крайней мере, законодательно, такого права у нас нет. И с этим связан следующий запрос бизнеса. Рассмотреть вопрос о недопущении инициирования банками процедуру взыскания просроченной задолженности, в том числе и пении штрафов, юрлиции ИП, которые испытывают финансовые трудности в связи с коронавирусом. Ну, там тоже написано, не рассматривается. В работе. Да, это я тоже подтверждаю, что инициатива такого рода тоже есть. Ну, вот как я уже сказал, опять же, в начале, да, здесь абсолютно должна быть инициатива не только банка или там бизнеса, а тут исключительно совместная работа органов власти, банковских структур, налоговых органов и, собственно, бизнес-сообщества. Поэтому понятно, что будут определенные разъяснения, законодательные акты и ограничения на, скажем так, на то, чтобы, если бизнесу и так тяжело, а еще его в одностороннем порядке как-то там банкротить и так далее, я думаю, будут определенные ограничения на эту историю. Еще один вопрос, который в работе, но за неделю, возможно, есть подвижки, провести консультации с банками о возможности продления срока действующих текущих кредитных договоров и договоров займа до конца 2020 года на прежних условиях без увеличения процентной ставки. Что вообще с процентной ставкой? Ну, во-первых, каких-то, ну, смотрите, тут центральный банк уже, да, звучал сегодня, заявляет о том, что каких-то предпосылок сейчас они не видят для того, чтобы менялась ключевая ставка. В сторону повышения, по крайней мере. Ну, в том числе, да, в сторону повышения. И плюсом мы понимаем, что, да, в настоящий момент стоимость ресурсов в определенном смысле, наверное, может расти, но каких-то предпосылок таких, что мы в одностороннем порядке или как-то будем пересматривать процентные ставки, вот мы сейчас не видим. Наша большая задача, наверное, это все-таки по текущим финансовым задолженностям рассмотреть варианты реструктуризации, переноса сроков. Это, да, тоже возможно. Ну, еще один вопрос. Малому и среднему бизнесу, имеющим кредиты, на период пандемии установить процентные каникулы на полгода с 1 апреля за счет субсидирования процентных ставок банков. В работе. В работе. Ну, как я уже сказал, ранее мы немного это обсуждали, да, что есть возможность в заявительном порядке рассмотреть вопросы реструктуризации, переноса срока, уплаты основного долга или процентов на срок до полгода. То есть, в принципе, это ответ на вопрос. Возвращаемся к налоговой. Из всего, что сказал Денис Александрович Смехов, вот лично я для себя вывод сделала, что налоги всем платить придется в полном объеме в этом году. Ну, имеется в виду не сейчас, но отложено, ты все равно должен будешь заплатить. Так ведь? Ну, кроме страховых взносов. Все-таки 15% страховых взносов – это очень существенно. Это действительно так. Единственная разница, как вы уже тоже отметили, что в зависимости просто от сроков и от времени. У нас есть еще две минуты до завершения эфира. Я бы спросил в целом, на самом деле, насколько изменилось, пришлось изменить работу ваших структур, банков или налоговой, в связи с событиями. То есть, физически изменилась ли работа людей. Внутренняя кухня ваших офисов. Да, как-то пришлось перестраивать ее. А я предупреждала, что будет такой вопрос. Расскрывайте. Вот вы, когда зашли в наш офис, у вас замерили температуру, зафиксировали ее, заставили обработать себя антисептиком. Есть ли удаленщики теперь, например? Ну, если по организации будем говорить работы, то, конечно, работы всегда достаточно в налоговой службе. Я думаю, меньше ее не будет, станет ее только больше, поскольку, обладая мощными аналитическими инструментами, то есть в этом случае мы можем информацию давать всем заинтересованным лицам, в том числе и бизнес-сообществам, и правительству, ну, и, естественно, сами ей пользоваться. То, что касается организации работы, да, действительно удаленщики есть. Это, наверное, для нас такое новое в связи с той ситуацией, которая сложилась. Могу сказать, что примерно 30% у нас находятся на удаленке, работают. Ну, и, естественно, все меры, которые необходимы предосторожности предпринять для того, чтобы не заразиться и не поставить под удар вообще работу всей службы, нами тоже все проводятся. Суперпанк на удаленке? Ну, у нас процент удаленки гораздо больше. То есть если мы не говорим про филиальную сеть, да, где все-таки люди физически должны присутствовать, то вне филиалов работающие люди у меня на удаленке там порядка 80%. И, в принципе, мы видим возможность довести эту цифру и до 100%, если такая необходимость будет. Ну, а вообще текущее время, на мой взгляд, это хорошая возможность неким образом вообще переосмыслить подходы ко всему, ко всем процессам, к бизнес-процессам, к жизненным устоям, принципам, да, и постараться из этого извлечь выгоду во всех смыслах. У Сбербанка, мне кажется, то объединение, которое больше всех было готово к этой ситуации, к удаленке, потому что ваш руководитель всегда говорил, что в конце концов мы будем жить в виртуальном мире. Спасибо большое за то, что вы пришли и за то, что мы сегодня обсудили очень важные вопросы. Да, ситуация меняется буквально даже не по дням, а иногда по часам и по минутам. И требования меняются, и меры принимаются какие-то в большей или меньшей степени отвечающие запросам бизнеса. Поэтому нужно следить просто в режиме... Я вот уверена, когда печатная версия бизнес-новостей выйдет, уже что-то изменится. Оно уже устает. И еще, да, и еще какие-то меры будут приняты. Поэтому, конечно, да, информация в интернете самая оперативная сейчас. Мы благодарим участников нашего эфира, Денис Смехов, Артем Пищик. И прощаемся с вами, ведущие программы Олег Прохоренко и Светлана Занькова. Денис Светлана Занькова